Спонсор выпуска новостей сервис аптека.ру Представьте аптеку, в которой есть всё, что нужно, а цены ниже, чем мы привыкли, которая гарантирует проверенное качество лекарств и расположена совсем рядом. Представили? Значит, вы уже знакомы с сервисом аптека.ру. Заказывай лекарства для всей семьи на сайте аптека.ру и выкупай в ближайшей аптеке. Лекарств много. Аптека.ру одна. Здравствуйте. Время новостей на канале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Последний звонок. В душе ощущение, что я сюда больше не приду. Грустно как становится. В Саратове для некоторых школьников провели сегодня последние уроки. Не живут, а выживают. Канализация со второго этажа. То, что всё стекает. В заводском районе жильцы одного из домов уже устали жаловаться на ужасные условия, в которых им приходится существовать. Какая температура на дворе будет в пятницу 24 мая на священном мученика Мокия? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Прозвенел звонок в прощальный. В Саратовской области завершился учебный год для 241 тысячи школьников. Среди них 22 тысячи девятиклассников и 10 тысяч выпускников старших классов. Для многих сегодня прошла торжественная линейка. На праздничном мероприятии выступили встречи выпускники прошлых лет, а также первые учителя сегодняшних выпускников. Надежда Новикова о тех, кто сегодня последний раз сидел за школьной партой. В этот день для них все в последний раз. И урок, и звонок, и торжественная линейка. А вчерашние школьники словно хотят еще на миг продлить детство. Девушки заплели косы и надели гольфы. А парни позволили себе похулиганить во время выступления. На последнем звонке в Саратовской школе номер 11 звучали напутственные речи от выпускников прежних лет и трогательные слова от первых учителей. Педагоги говорят, каждый выпуск особенный. Эти дети уже точно знают, кем хотят стать. Мы и мальчишки собираются служить в армии, и работать по контракту, и получать высшее образование. У нас и будущие врачи, и ваши коллеги-журналисты, возможно, писатели. Очень много творческих личностей. Действительно интересный выпуск. В душе ощущение, что я сюда больше не приду больше. И грустно как становится. Много воспоминаний из первого класса, что я в этой школе. Хорошие учителя, хорошие люди просто. Познакомился со многими и получил хорошее образование. Сейчас вот пробники, Игорь и Шаю, она отлично почти. Были такие эмоции, просто непередаваемые. Мне хотелось, вообще не хочется уходить из школы. Это грустно на самом деле. И слеза, конечно, пробежала. Девочки плакались, ну как бы 11 класс, заканчиваем школу уже. Слезы сами по себе наворачиваются на глаза. По словам родителей выпускников, их дети заказали на праздник роллы и лимонад. Сегодня в области действует запрет на продажу алкоголя. Сухой закон последнего звонка – это уже традиция для нашего региона. Главное, чтобы все выпускники ей следовали. 10 тысяч выпускников в этом году покинули стены учебных заведений области. Кстати, днем никаких массовых гуляний вчерашних школьников мы не заметили. Видимо, они усердно готовятся к ЕГЭ. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Без отопления зимой и летом без воды. Так живут три семьи в заводском районе. Чиновники поселили их в здание бывшего детского сада. Говорили, что на время. В итоге люди живут там с начала двухтысячных. Постройка разваливается, канализации нет, а воду набирают они и в подвале. Теперь их еще и выселяют. Роман Базан увидел, как горожане выживают. Канализация со второго этажа. То, что все стекает, вот все тут. Из унитазов в квартиры. Так работает система канализации в этом доме. Миллеровская, 62Б. Бывший детский сад, а ныне маневренный фонд Саратова. Сюда селили горожан, оставшихся без жилья. Временно селили. Красные грибы за шкафчиком на этом месте были. Красные. Это прошлый год. А в этом году желтые такие, как опята. Баба Маша здесь живет последние 15 лет. Ее дом сгорел. Чуть ранее пенсионерка похоронила сына инвалида. Из-за сырости в ее комнате грибы растут даже на стенах. Их соскребает ножиком. Последние две зимы в доме жили без отопления. Спали, в чем ходили. В чем ходила, сынок, то спала. Я не переодевалась. И 4 месяца не купалась. Вот когда перестала уже отопление, вот отключили. Ну уже оттаял. Тогда только что я и ходила на дуборезную душевую с соседкой. Я одна и не могла идти, потому что я могу упасть и не встать. Скажешь, старуха напилась. Так вот я жила. Ольга Кропачева живет с сыном. И так 8 лет. Признается, уже и не помнит, что такое удобство. Воду таскает ведрами из подвала. Это чтобы смыть в унитазе. Для еды набирает из соседней многоэтажки. Переживает, что жильцы ей запретят это делать. Говорит, некоторые уже косо на нее смотрят. Суд принял решение не выгонять меня без предоставления жилья, не выселять меня по месту прописки, так как там тоже аварийное жилье. И здесь я тоже не имею права находиться. Вот все три решения, которые принял суд. И куда нам идти, не знаю, жить тоже здесь опасно. Очень опасно. Всего в бывшем детском саду проживают три семьи. Остальные съехали. Даже не все вещи с собой забрали. Какое-то время в их комнатах жили бездомные, рассказывают обитатели холопы. Выгоняли их. Теперь из комнат гонят их самих. Чиновники считают, что семьи живут здесь незаконно. Хотя сами же их сюда и поселили. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24. Обсудили трудовые права граждан. В областной прокуратуре прошла видеоконференция. Ее участниками стали несколько регионов Приворского федерального округа, а также заместитель генерального прокурора России. Представители ведомства обсудили вопросы, касающиеся трудовых отношений граждан и работодателей. Анна Завалуева узнала, как ведется борьба с задолженностями по зарплате. В стенах областной прокуратуры прошел открытый межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа. Подразделения ведомства обсуждают вопросы защиты трудовых прав граждан. Обеспечение гарантийных институций прав работников на своевременное полное вознаграждение на труд, за труд является одной из важнейших государственных задач. Главной темой обсуждения стал вопрос нарушений выплат зарплаты гражданам. Только по официальным данным Саратовской области, на начало текущего месяца долг перед трудящимися составил более 12 миллионов рублей. Поэтому областной прокуратурой ведется ежедневный анализ средств массовой информации и социальных сетей на наличие данных о нарушениях трудовых прав. Так, к примеру, был погашен долг перед трудящимися одного из заводов Саратова на сумму более 11 миллионов рублей. Кроме того, прокуратура проводит выездные проверки на предприятия, а также личный прием граждан и обращений. Благодаря работе горячей линии в этом году получено более 200 сообщений о нарушениях. Я бы хотел обратиться ко всем жителям Саратовской области с предложением активнее обращаться к нам с заявлениями по вопросам нарушения их трудовых прав граждан. Будь то вопросы, связанные со своевременной оплатой труда, будь то вопросы, связанные с охраной труда, с безопасными условиями труда, либо вопросы, связанные с легализацией трудовых отношений. Всего же в ходе проверок за 2018 год и 4 месяца этого года удалось погасить задолженности по зарплате перед гражданами на сумму более 12 миллионов рублей. Анна Заболуева, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Россияне побили рекорд по потреблению сладостей. Так, в прошлом году каждый житель страны употребил более 25 килограммов шоколада и конфета. Об этом сообщают специалисты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Таким образом, побит предыдущий рекорд потребления сладкого, зафиксированный в 2017 году, когда один житель нашей страны в среднем за год съел 24,5 килограмма десертов. Между тем, россияне сладкоежками стали уже давно. Потребление такой продукции растет из года в год, начиная с 2010-го, в среднем на 1-3%. По мнению респондентов, спрос на сладкое связан с тем, что оно остается одной из самых дешевых категорий товаров. Вместе с тем, российский уровень потребления кондитерских изделий ощутимо отстает от показателей европейских стран. К примеру, житель Германии съедает в среднем 34 килограмма сладкого в год, а житель Великобритании более 27 килограммов. Мы решили выйти на улицы города и спросить у саратовцев, а любят ли они сладкое. Вы сладкое едите? Ем. Много? Не очень, в меру стараюсь. Вы следите, контролируете это или просто не хочется вам? Нет, я контролирую, организм контролирует, хочется, ем, не хочется, не ем. Я не могу съесть сразу целую плитку, я там в день могу по одному или по два кусочка съесть. С чем это связано? Просто не хочется его есть много, нет желания такого сильного. Часто сладкое едите? Да. Что вы больше всего любите? Конфеты. А вы следите за употреблением количества сладкого? Конечно, слежу. Не больше килограмма в день. Дайте, пожалуйста, вы сладкое часто едите? Ну, я не толстая. А вообще качеством сладкого вы удовлетворены сейчас? Ну, если говорить о мороженом, то нет. Это сплошное пальмовое масло. Есть кулинарные изделия, то это зависит от того, где ты их приобретаешь. Может быть, получше, где-то похуже, но в целом так, более-менее. Ну, если ешки какие-то вредные, то не буду брать. Ну, и там маргарин какой-нибудь, жир суперплохой, тоже не буду брать. На что вы в первую очередь внимание обращаетесь? На внешний вид или, допустим, на состав? На сроки реализации, на состав и на компоненты, которые входят туда. Вот и все. Я же повар. И такой была первая часть выпуска. Прервемся на рекламу и прогноз погоды. А затем продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Просто выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В пятницу 24 мая на священномученика Мокия в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове переменную облачность. Местами дождь с грозой. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Днем до плюс 24, а ночью до плюс 8. А спонсор прогноза погоды Секонд-Хэнд Вова. Внимание, майские скидки по адресу город Энгельс, проспект Строителей 8А. Секонд-Хэнд Вова. Каждый день цены падают. С 350 до 80 рублей. С 11 по 17 мая. Ждем вас по адресу проспект Строителей 8А. Партнер прогноза погоды Двери Мечты. Только сейчас скидка до 50%, а двери со склада от 990 рублей. В Саратове и Энгельсе ветрено и сыро. Температура днем до 21 градуса, а ночью до 11. Выше 0. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба. В народе говорили, мокро на Макея, жди лето еще мокрее. А спонсор прогноза погоды компания Росбанкрот. Росбанкрот, начни новую жизнь без долгов и стресса. Телефон в Саратове 425151. Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. Здравствуйте. Поплатите за должность. Нечем платить кредит. Росбанкрот помог решить кредитные проблемы. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. В Воронежском онкодиспансере во время сеанса лучевой терапии погибла женщина. По данным РИА Новости, трагедия произошла в среду. Во время процедуры на 51-летнюю пациентку упал гамма-терапевтический аппарат. Она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура взяла на контроль ход расследования. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В России появится новый сервис перспективной платформы «Автодата». Он поможет выявлять людей, которые остались за рулем даже после запрета на управление транспортным средством. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что информация о нарушителях будет формироваться на основе данных операторов, телематических и сервисных платформ, скамер, фото и видеофиксации, а также на основе данных ГИБДД. Федеральная налоговая служба разыскивает Егора Булаткина. Это настоящее имя певца Егора Крида. За неуплату налогов, сообщает Мэш. Причем по двум делам. Одно за неуплату транспортного налога в 278 тысяч рублей, за роскошный черный Гелендваген. Второе – пенни за просрочку этого платежа. Всего около 300 тысяч. Инспекторы шлют извещение, Егор молчит. Если молчание продолжится, то его авто арестуют, счета заблокируют, а выезд за границу будет закрыт. Житель Хабаровска устроил заплыв в строительном котловане. Как сообщает Ньюсру, он протестовал против двухнедельного отсутствия горячей воды. В интернете обсуждают видео, на кадрах которого молодой мужчина в шлепанцах с полотенцем и в банном халате подходит к котловану, вырытому у многоэтажки, и пускается в плавь. Коммунальщики ремонтировали подземные коммуникации, которые снабжают водой и теплом окрестные пятиэтажки. Воду обещали дать 18 мая, но не закончили работу в срок из-за проливных дождей. В итоге горячей воды в доме не было две недели. Выбрали лучших из лучших. На Саратовском нефтеперерабатывающем заводе подвели итоги корпоративного смотра конкурса «Лучший по профессии». Принять в нем участие мог любой желающий сотрудник предприятия. Причем, по словам специалистов, это не только профессиональный рост, но и хорошая возможность подзаработать. Альфия Багапова побывала на церемонии награждения и знает, кому это удалось сделать. Эта красная ковровая дорожка предназначена далеко не для кинозвезд. По ней идут лучшие профессионалы 2019 года Саратовского нефтеперерабатывающего завода. И уже на сцене им вручают заветные награды. В ежегодном смотре конкурса профессионального мастерства предприятие принимает участие шестой год подряд. Здесь специалисты завода наглядно демонстрируют свои навыки и умения. В этом году в конкурсе приняли участие 203 работника производств и цехов. Их оценивали в 12 различных номинациях. По словам главного метролога нефтеперерабатывающего завода Александра Никищенко, он сегодня в жюри, конкурс – это не только стремление победить, но и стимул для профессионального роста. Подготовка ежегодная к конкурсу позволяет им дополнительно получить еще углубленные знания по своему направлению. И, соответственно, показать хороший результат в следующем году на конкурсе профмастерства. Конкурс разделили на два этапа. Первый – теоретическая часть. Здесь работники завода отвечали на профильные вопросы теста. Во второй – практической. Участники выполняли специальные задания по своим направлениям. Проявить себя смогли как работники с большим стажем, так и молодые специалисты. На заводе я работаю четыре с половиной года, участвую ежегодно. Каждый год занимаю призовые места. Но конкурс этот очень много поспособствовал, получается, в моем карьерном росте. Соответственно, если участвовать в нем, тебя быстро замечают. Ты очень много узнаешь, изучая дополнительную информацию. Всем участникам вручили памятные подарки, а призерам выплатят премии. Победители в семи номинациях поедут в Уфу, где они представят Саратов в финальном этапе смотра конкурса. Уже на всероссийском уровне. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Напомнили о правилах в пресс-центре «Комсомольской правды». В Саратове прошла конференция на тему профилактики безопасности детей во время летнего отдыха. В этот период в регионе будет функционировать 925 оздоровительных учреждений. Спикеры рассказали о готовности летних площадок и лагерей к приему детей. А также затронули тему поведения школьников в воде и на дороге. И отметили, что в первую очередь за безопасность ребенка должны отвечать родители. Напомнили специалисты о том, как действовать в экстренных ситуациях. Если ребенок повзрослеет, бывает без взрослых, все равно не оставлять его без контроля. Проводить с ними постоянную беседу по занятости. Также проводить беседу не касаемо не только поведения на водных объектах, а также передвижение по городу, соблюдение правил дорожного движения. Персоны недели Сергей Доренко. Именно о нем жители нашего региона делали больше всего запросов в поисковой сети. Напомним, российский журналист разбился на мотоцикле 9 мая в Москве. А прощание с ним было перенесено на 17 число из-за повторной судмедэкспертизы. Чем еще интересовали саратовцы во всемирной паутине, расскажем прямо сейчас. Открывает наш рейтинг запрос об Алине Кабаевой. На минувшей неделе многие российские издания публиковали сообщение о том, что знаменитая российская гимнастка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы якобы тайно родила двойню. Но это оказалось фейком. На ступень выше Международный день семьи. Он отмечается 15 мая. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году. А вот российский аналог «День семьи, любви и верности» отмечается в июле. Запросы о премьере фильма «Джон Уик-3» открывают тройку лидеров нашего рейтинга. В этой части суперкиллер в исполнении Киану Ривза после нарушения кодекса тайной гильзи ассасинов получает статус изгоя. И армия самых жестоких профессиональных убийц открывает на него кровавую охоту. Премьера фильма в России состоялась 15 мая. Немного не дотянула до лидерства тема о чемпионате мира по хоккею. Его в этом году принимает Словакия. Российская команда уже дошла до четвертьфинала, где встретятся с отборной США. Пока «Красная машина» не потерпела ни одного поражения. И победителем нашего рейтинга стали запросы о еще одном состязании, но уже песенном. На Евровидении от нашей страны выступал Сергей Лазарев с песней «Скрим». После скандала, связанного с белорусским жюри, Лазарев занял третье место. Первое – исполнитель из Нидерландов. Но и после завершения конкурса скандалы не закончились. А главным к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте «Саратов24.тв». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Балген для работы в командировке требуется. Электромонтажники, слесарекип, сварщики, монтажники. Телефон 8 937 266 33 96. Аэропорт «Гагарин» ведет подбор персонала. Телефоны для информации в Саратове. 30, 50, 80 и 30, 50, 90. Одежда ведущего предоставлена магазином «Брайтман». Спонсор выпуска новостей – сервис аптека.ру Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok